Смотрите, как ни крути, кто бы что ни говорил, все просчитывается достаточно сильно, ну просто математически, да, когда 5 процентов, я уже много раз это говорил, но повторю, когда 5 процентов людей в обществе достигают, ну готовы к активным действиям, случается революция. Это было всегда, это было всю жизнь, ну нивелировать это понятие невозможно, да, ну можно спокойно себе прикинуть приблизительно участников активных Майдана, да, и сложить это к общим жителям, собственно говоря, Украины, да. Это первый момент. Были ли с треском провалены Януковичем попытки погасить, погасить бесспорно были. То есть вот этих детей, которых побили, это была ошибка. Вот эта стрельба, эти открытые уличные бои, это была глобальная, тотальная ошибка. Ну это же, если говорить о технологиях. Мне сложно, например, говорить о том, какая была часть там организованных людей, какая часть неорганизованных людей. Ну вы сами видели, что на том же Майдане появлялись какие-то там братства, какие-то там землячества и так далее. То есть это, ну, собственно говоря, уже какие-то структуры, партийные структуры в том числе. Но смысл даже нельзя говорить о том, что это была такая срежиссированная акция. Это скорее был такой протест, протест против, да, есть такая теория, называется она теория общего врага. Общий враг был четко обозначен, общий враг повел себя вражески и, собственно говоря, была либо мы их, либо они нас. Ну это, если так, технологию с сухим языком говорить, да. Но я хотел несколько о другом сказать, свое личное отношение к этому всему и личную аналитику. Мне, по моему глубокому убеждению, Украина сделала, во-первых, состоялась как самоидентификация, как нации, это раз. И второе, что очень важно, мы выбрали вектор системы управления. Есть глобальные две системы управления, западная, если можно, я чуть-чуть время перебежу. Давайте еще минуту. Западная и восточная. Восточной во главе стоит царь, он по мнению своему, по своему разумению распределяет блага. То есть это вот как раз путинская Россия в этом очень жестко прорисована, да. И вот Янукович примерно то же самое отстраивал. Если говорить о западной системе, то в западной системе личность индивидуума гораздо важнее, чем сама система. То есть есть прозрачные правила, в которых ты работаешь. Да, есть свои плюсы и минусы, кому-то удобнее работать в системе, кто-то вот, те люди, которые активно поддерживают там пророссийскую систему управления, они, собственно говоря, им комфортно, чтобы был большой папа, и вот папе говоришь хорошие слова, и за это ты получаешь блага. А люди европейского плана, это люди, которые готовы нести ответственность за то, что они делают, ну и так далее. И вот брать ответственность на себя не только за конкретно свой двор, да, а за страну в целом, да, вот там те же вот создания ОСНД, это яркий очень пример того, как люди не хотят сейчас брать эту ответственность. И в завершении, я уверен, что мы стали свидетелями и прожили, и стали участниками исторической вехи в жизни Украины. Никогда не будет Украина такой же, как Принянукович. Нет уже возврата этому обратно. Да, пришли какие-то люди, плохо, хорошо, неважно. Но вы вот просто возьмите, зайдите в новости, вот чтобы было понятно, вот да, зайдите на новости и почитайте, сколько процентов у нас новостей хает власть, и сколько ее поддерживает. И посмотрите то же самое в России. И вы поймете, что вот это и приобрел Майдан, вот это дал каждому человеку говорить то, что он считает нужным, говорить, как считает нужным, и, грубо говоря, как это такое пресливие, на то оно и щука, чтобы карась не дремала. И власть сейчас очень сильно прогибается, все общественные инициативы, ну, как бы стараются, ну, не умеют, ну, научатся, придут другие, значит. Это будет открытый выбор, это будут такие выборы впоследствии, я согласен с представителем Народного Руха, что через выборы мы будем выбирать осознанно тех людей, которые действительно будут страну вести к чему-то хорошему. Субтитры создавал DimaTorzok